В Туве снизилась численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, сообщили в региональном министерстве труда. Это подтверждают официальные статистические данные. Так, по данным Красноярск-Стата, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за первое полугодие 2017 года снизилась на 10,5 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшить данные показатели удалось за счет переприятия приоритетного проекта «Шаги к благополучию». За полугодие трудоустроено 7300 безработных граждан. Для стимулирования предпринимательской деятельности оказана финансовая поддержка 34 гражданам. Более 400 человек получили профессиональное обучение и прошли переподготовку. Проектной группой до конца 2017 года планируется трудоустроить еще более 3000 безработных граждан и легализовать 1500 рабочих мест. И в продолжение темы. Байтайгинский, Тесхемский район и Тувы, и город Агдавурак – лидер по легализации трудовых отношений. Неформальная занятость – это наем персонала без оформления выплаты заработной платы в конвертах. Каждый работник должен помнить, что при неоформлении трудовых отношений юридические основания для оплаты труда работника отсутствуют. Одним из основных направлений проекта «Шаги к благополучию» является снижение неформальной занятости населения. В результате проведенных рейдов за 8 месяцев текущего года на территории республики выявлено 2811 работников, с которыми не заключены трудовые договоры. По итогам разъяснительной работы работодатели заключили договоры почти с 2,5 тысячами людей. Легализовать неформальную занятость без участия самих работников практически невозможно. Если вам или вашим близким выплачивают зарплату в конверте, работодатель уклоняется от заключения трудового договора, вы можете позвонить в проектный офис Минтруда по телефону 26186-20610, а также в Государственную инспекцию труда в Республике Тыва по телефону 62502. И о курсах валют. Доллар стоит 58,22 руб., а евро 69,26 руб.